МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совместное заседание Комиссии Горсовета. Порядка 600 тысяч каждой семьи. Сейчас распределяем, выдаем сертификат. Субсидии молодым семьям. Никто не забыт, никто не забыто! На все поколения, на все времена! Добрая традиция детского сада «Лесная сказка». Индукционный плавитель с холодным тиглем является наиболее инновационным. Новый способ захоронения жидких высокорадиоактивных отходов. А теперь об этих и других событиях подробнее. 17 мая депутаты трех рабочих комиссий провели совместное заседание о том, какие вопросы были решены перед очередной сессией, в нашем первом сюжете. На повестке дня совместного заседания Комиссии планово-бюджетной по налогам, финансам и инвестиционной деятельности и Комиссии по вопросам комплексного развития городского хозяйства стояло три основных вопроса. Все они по решению депутатов вынесены на рассмотрение очередной сессии городского совета. Первым вопросом депутаты заслушали отчет Десногорского ОМВД о проделанной работе за первый квартал. На следующей сессии будет заслушан отчет о деятельности главы администрации за 2016 год. Двумя вопросами депутаты внесли изменения в устав муниципального образования. Четвертым вопросом депутаты рассмотрели изменения в два положения – о предоставлении специализированного муниципального жилья и о порядке и условиях приватизации муниципального имущества. 13 мая в Вязьме прошел шестой международный фестиваль казачьей песни «Споем станица», на который съехались более 20 творческих казачьих коллективов из Республики Коми, Смоленской, Брянской, Калужской и Московской областей, а также Республики Беларусь. В программу фестиваля, помимо концертных номеров, представленных творческими коллективами России и Беларуси, также вошли выставки Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг», Вяземского историко-крывеческого музея, Духовно-просветительского центра имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Работали этнографическая площадка «Казачий курень» и ярмарка декоративно-прикладного искусства, а также состоялся мастер-класс Смоленского областного отделения Федерации рубки шашкой «Казарла». Особое место в программе фестиваля заняла экспозиция проекта «Старая смоленская дорога. Дорога воинской славы казачества России». Лесопожарная ситуация в Смоленской области под контролем. По поручению губернатора Алексея Островского, с начала пожароопасного сезона в смоленских лесах проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику пожаров, ограничения их распространения и создания условий для их успешной ликвидации. На сегодняшний день силами лесопожарной службы Смоленской области выполнено устройство более 145 километров минерализированных полос, которые являются барьером для распространения огня, а также расчистка 16 километров противопожарных просек. С целью ограничения посещения лесов в период действия особо противопожарного режима установлено 45 шлагбаумов. Каждой молодой семье хочется иметь свой отдельный уголок, чтобы видеть там свое гнездышко. Но не все могут себе позволить покупку квартиры. Вот именно для таких семей и была разработана программа «Молодая семья», которая в 2017 году набрала еще большую популярность. Как действует она у нас в городе, вы узнаете далее. Получить субсидии по данной программе могут семьи, у которых площадь жилья на каждого члена меньше, чем установлено в регионе. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. У нас в городе в программе участвуют 10 семей. В рамках исполнения муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей от области поступили денежные средства для предоставления субсидий к трем молодым семьям. Это порядка 600 тысяч каждой семье. Сейчас распределим и даем сертификат. Подробности об условии участия в программе «Молодая семья» десногорцы могут узнать на портале госуслуги. А в Смоленске 20 мая на площадке перед кинотеатром «Современник» состоится марафон «Единый день открытых дверей» профессиональных образовательных организаций Смоленской области. Данное мероприятие проводится по поручению губернатора Алексея Островского и направлено на повышение уровня информированности абитуриентов и их родителей о рабочих профессиях и специальностях, их востребованности на региональном рынке труда, профориентацию школьников. Будут проходить презентации смоленских СУЗов, мастер-классы, профессиональные пробы, выставка, демонстрация продукции, изготовленной студентами колледжей и техникумов в Смоленщине. Тут же все желающие смогут получить консультации по правилам приема на 2017-2018 учебный год. Более 20 тысяч различных боеприпасов и полторы тысячи ружей уничтожили в Смоленской области. В нашем регионе шли кровопролитные бои. Спустя 75 лет жители регулярно находят оружие и боеприпасы. Часто свои случайные находки смоляне добровольно приносят и сдают в полицию. Кроме того, утилизируют охотничьи ружья, а также боевые пистолеты. Перед уничтожением все оружие проверяет и специально деформирует техническая комиссия, после чего оно отправляется в печь из сталиплавильного цеха металлургического предприятия. В детском саду лесная сказка на протяжении уже многих лет существует добрая традиция. Ребята подготовительных групп ходят в гости к русской березе. В этом году на праздник в гости к ребятам пришли заместитель председателя Десногорского совета ветеранов Людмила Захарова и писательница Елена Семенова, а также библиотекари из Десногорской детской библиотеки. Ребятки, нельзя говорят, что русский человек там приживается, где много берез. Посмотрите, сколько у нас много березок. Поэтому у нас перетим всегда дружный. Береза – символ красоты русской природы. О ней сложно много стихов, песен, сказок. Существует много старорусских примет. На Руси всегда любили белоствольную красавицу. В своих танцах и песнях ребята постарались передать свое восхищение ею. В мероприятии принимали участие ребята, которые на следующий год будут школьниками. Таким образом, в детском саду лесная сказка прививают детям уважение и любовь к родине, к родной природе и чувство гордости за отчизну. Завершился праздник традиционными русскими пирогами. В связи с обострившейся эпизодической ситуацией по африканской чуме свиней Десногорский филиал Госветслужбы указывает на необходимость владельцев личных подсобных хозяйств. Соблюдать ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных приказом Минсельхоза России. 19 мая в городском центре досуга состоится международный конкурс «Зажги свою звезду-2017». Начало мероприятия в 16.00. И в завершении выпуска новости Росатома. Специалисты разработали устройство, которое позволит сделать более простым и безопасным сбор, перевозку и последующее захоронение жидких высокорадиоактивных отходов. Опытный образец установки успешно прошел первые испытания в Радиевом институте имени Хлопина. Работа индукционного плавителя с холодным тиглем, созданного специалистами Радиевого института имени Хлопина, поражает даже самих авторов этого изобретения. На расплавленную поверхность стекла льется жидкость, имитирующая высокорадиоактивные отходы. Последние при охлаждении расплава оказываются запечатаны в стеклянный саркофаг, способный сдерживать радиоактивную опасность в течение нескольких сотен лет. Индукционный плавитель с холодным тиглем является наиболее инновационным и высокопроизводительным устройством для варки стекол, включающих широкий спектр радиоактивных отходов. Данная установка пока только полномасштабный прототип, проходящий испытания и проверки, но его характеристики и возможности уже сейчас превосходят аналогичное зарубежное оборудование. Во-первых, новаторские конструкторские решения позволили минимизировать габаритные размеры устройства. Его можно легко перевести, быстро собрать и демонтировать в случае необходимости. Во-вторых, индукционный плавитель с холодным тиглем – это пока единственная в России установка, способная работать в очень высоких радиационных полях с дистанционным обслуживанием и контролем. Данная установка оснащена инновационной системой мониторинга контроля и автоматизации, с помощью которой помимо контроля параметров технологических, электрических осуществляется управление установкой отдельными ее узлами, такими как система дозирования жидких отходов, система дозирования стеклофриты и система газоочистки. Установки для остекловывания высокоактивных радиационных отходов на базе индукционного плавителя с холодным тиглем планируется размещать на радиохимических комбинатах Госкорпорации «Росатом» и атомных электростанциях. Производственная мощность устройства достаточна для обеспечения нужд одного предприятия в течение нескольких лет. Использование данного оборудования позволит облегчить и обезопасить процесс сбора, перевозки и последующего захоронения высокорадиоактивных отходов, а значит и сэкономить значительные финансовые средства. Спасибо за внимание. До свидания.